Сегодня на аппаратном совещании глава администрации города Марина Трескова вручила заслуженные награды лауреатам диплома «Народное признание» в рамках городского проекта «Земляки», приуроченного к 150-летнему юбилею Лабытнанги. По результатам народного голосования ими стали руководитель губернаторского образцового танцевального коллектива «Палитра» Наталья Денищенко и директор муниципального предприятия «Комфорт» Надежда Ковылина. В начале совещания Марина Трескова подвела итоги выборов президента России, которые состоялись 18 марта. На Ямале в них приняло участие без малого 92% населения, задействующего президента проголосовало 85,5% избирателей. В Лабытнангах эта цифра превысила 84%. Рядом с избирательными участками располагались счетные, где лабытнанцы голосовали за благоустройство общественных и дворовых территорий. А проект «Земляки», приуроченный к 150-летнему юбилею города, по-прежнему в работе. Горожане будут отдавать голоса за своих известных земляков в течение года на портале «Живем на севере». А по итогам голосования будут определены лауреаты дипломов «Народное призвание» в различных номинациях. Первые уже определены. В сфере торговли, бытового обслуживания и ЖКХ больше всех голосов получила директор муниципального предприятия «Комфорт» Надежда Ковылина. А ко дню работника культуры определился лауреат диплома «Народное призвание» и в этой номинации. Им стал руководитель губернаторского образцового танцевального коллектива «Палитра» Наталья Денисенко. У «Палитры» очень много высших призов международного уровня, но сегодняшний для Натальи Николаевны, которая руководителем коллектива стала год назад, особенный. Для меня это, наверное, самый-самый большой приз. Народное признание – это, конечно же, признание наших горожан, признание наших родителей. Для меня, наверное, это самый ценный приз за все время существования, за все время, сколько я тут работаю. Реализация проекта «Землети» в городе Смелиственниц продолжается. На очереди кандидатур идеологов. За лучшего идеолога вы можете проголосовать на портале «Живем на севере». Игорь Борисов, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». Программа «Время местное»